Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписывались. Я сегодня вас приглашаю в Крым. А по названию видеоролика вы догадались, что мы сегодня будем с вами говорить о Ялте. Но не конкретно о городе Ялта, а именно моя подборка топ-5 мест Ялты. Перед как мы начнем данный выпуск и я буду делиться с вами этой подборкой, я хочу вам порекомендовать наш авторский гайд, который стоит всего лишь 490 рублей. Там опыт нашего путешествия ни одного, ни двух, а множество. Скажу больше, что мы продолжаем ездить в Крым и допиливать этот гайд. То есть один раз приобретаете, обновления будут постоянно приходить. Данный гайд подойдет как для тех людей, кто решит отправиться в Крым с палаточкой, так и для тех, кто решит снимать там жилье. Там есть советы, рекомендации, маршруты, локации и куча-куча всего интересного и самое главное полезного. Для того, чтобы его приобрести, нужно написать просто в инстаграм в директ, либо мне, либо Настеньке. Прямые ссылки на наш инстаграм есть в описании. Ну а теперь погнали в Ялту. И первое место, ребятки, я хочу вам порекомендовать. Называется это Воронцовский дворец. Да, кто-то может сказать, о, почему именно он? Ну на мой просто взгляд, Воронцовский дворец это настолько прекраснейшее место, в которое вы когда попадете, вы будете ходить, смотреть там по сторонам, охать и ахать. Ну лично я так делал, делал так Настенька, там можно сделать очень крутые снимки, там можно погулять по дворцу, там можно зайти внутрь, там можно спуститься к пляжу, там даже можно искупаться. Единственное, что за каждый проход в определенное сооружение данного замка нужно будет доплатить. То есть там за каждый шаг влево, шаг вправо нужно доплачивать. По ценам я сейчас вас не сориентирую, в этом году мы там не были, поэтому если вы отправитесь, то лучше узнать прям на кассе. Но в принципе цены не кусаются. Что касается самого замка, вы можете взять, конечно, там экскурсию, пройти вовнутрь, вам все очень подробно расскажет экскурсовод. Мы с экскурсией не ходили, так как у нас два спиногрыза, и экскурсия превратится просто не в экскурсию. Поэтому мы сами погуляли, кайфанули и отправились дальше. А что касается про сам дворец, давайте немножко вам расскажу. Это шотландский замок графа Воронцова, в Алубке находится он. И строился он с 1830 по 1848 года. Да, проект был разработан англичанином Блором, и данный англичанин Блор, он успел, представляете, поработать над букингерским дворцом и замком Вальтера Скотта. В общем, друзья, Воронцовский дворец я вам точно рекомендую к посещению. Поехали дальше. Ну, а перейдя ко второму, давайте отправимся с вами в горы, а именно на самую знаменитую, на самую высокую точку в Крыму. Это гора Ай-Петри, вершина Ай-Петри. До горы вы можете добраться двумя способами, либо на канатке, либо на своем автомобиле. На своем автомобиле вам нужно будет преодолеть достаточно опасный серпантин. В самый сезон там, конечно, есть пробки, но туда точно стоит съездить, поэтому выдвигайтесь пораньше утром, выбирайте время, когда будет минимум туристов, и тогда вы вообще полноценно кайфанете. Там можно взять конные прогулки, посмотреть на Ялту с высоты, попить чай, насладиться этой великолепной природой. Там куча всяких развлечений, как для взрослых, так и для детей. Да, для тех, кто хочет встретить там закат, вам нужно найти местного лесника, назовем его так, и договориться с ним самостоятельно. Встречать рассвет и ночевать на вершине нельзя, так как там очень сильные ветра и заповедная зона. Ну, это как лайфхак для тех, кто решится. Место великолепное, и это прям не обсуждается, ребята. Если вы приезжаете в Ялту, обязательно отправляйтесь на Ай-Петри. Там же для особо экстремальных людей вы можете отправиться на зубцы, на подвесной мост между этими зубцами, и, так сказать, поэкстремалить. Кому нужно стоит, это тоже недорого. В общем, Ялта, Ай-Петри, посещайте. Идем дальше. Ну, какой курортный городок не может похвастаться своей набережной? И в Ялте набережная тоже есть. В сезон она усыпана людьми, скажу больше, в несезон она тоже усыпана людьми. И в Ялте, на Ялтинской набережной, вы знаете, там как в Сочи, в любое время дня и ночи, в рифму даже я сказал. Так вот, обязательно прогуляйтесь, там куча всяких кафешек, даже рестораны есть, которые вам точно не будут знакомы. Если вы любите, например, морских чудовищ, то обязательно залетайте в какой-нибудь морской ресторанчик и попробуйте. Настенька так делала, она тогда пробовала, как они, устрицы. Устрицы она пробовала первый раз, ей не зашло. Возможно, кому-то зайдет. На набережной также куча развлечений для детей, куча развлечений для взрослых. Понятное дело, что ночью набережная очень сильно оживает, там всякие музыканты, концерты, танцульки. В общем, классный-классный движ. Также на набережной вы можете взять в аренду катер индивидуальных покатушек по морю. Мы делали так, отмечали Настеньки на день рождения, отправлялись на шикарный парус на яхте. У нас был очень клевый капитан. Мы плавали 2 часа, наслаждались дельфинами этой стаи, которая плыла с нами минут 15. Посидели в каюте, там пообедали. В общем, дети тоже кайфанули. Мы классно провели время. Это как раз еще было так на заказе. Шикарно. Поэтому тоже можете это попробовать. Это нужно делать именно с набережной. Если не хотите брать индивидуалку, то можно взять билетики на теплоход, либо на катер с группой. Будете в Ялте, про набережную не забывайте. А мы с вами идем дальше. Чуть ранее мы с вами разговаривали про iPetri. И я вам говорил, что до самой вершины можно добраться на своем автомобиле, либо на экскурсионном, либо на канатной дороге. Так вот, ребята, на канатной дороге нужно обязательно прокатиться. Почему? Потому что данная канатная дорога занесена в Книгу и Гордов Гиннесса. Представляете, как самая длинная канатная, безопорная дорога. И действительно, поднимаясь по ней, становится страшно, потому что просто висит канат и просто едет этот вагончик. Да и в принципе, сама посадка туда, в этот вагончик, она необычная. Нам, людям, которые приехали в Сочи, мы знаем, какие канатные дороги современные на Красной Поляне. Это было немножко дико, как они по рациям передают друг другу. Так, первый, второй, все, открыли, закрыли. Так, всем держаться. И больше скажу, такой был классный момент, когда мы уже поднялись на саму вершину, и этот вагончик заезжает в такой узкий проем и такой удар. А, мы куда? А, это воздух поднимается. Смотри, как он нам, он с поляне. Мм? Я вот сформирую тоже. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, ну вот это, короче, момент, это всем... Доехали. Охренеть. И реакция людей была просто такая невероятная. Мы действительно такие, уууу, доехали. Да, в сезон вам придется отстоять в очереди достаточно долго. Мы, помню, стояли минут, наверное, 20-30. Поэтому, ну, что поделать, ну, это точно стоит того. Виды, пока вы будете ехать над этим лесом, открываются невероятные. Ну, очень и очень классно. Все канатные дороги, на которых, возможно, вы катались в каких-то современных, новых, развитых курортах, это все не то. Это все, конечно, хорошо и классно. Но вот эта канатная дорога Мисхорай-Петри, она вам точно запомнится. Вот этот красивый желтый вагончик. Один вагончик вверх и один вагончик вниз. Все, больше нет. Будете в Ялте, обязательно прокатитесь. Ну, вы точно не пожалеете и скажете, спасибо, славян, за такую рекомендацию. Идем дальше. Ну, и, друзья, напоследок, вишенка на торте, жемчужина Крыма, сердце Крыма, изюминка Крыма, как угодно это можно называть. Это, конечно же, ребята, ласточки на гнездо. Такой прекрасный замок. Вы только на него посмотрите. Скажу сразу, что добраться туда замка можно двумя путями. Это первое, на корабле, либо на катере с любого порта берега. Либо, как это делали мы, припарковаться на вершине и пойти к нему ножками, преодолев порядка 800 ступенек. Скажу одно, что не пугайтесь ступенек. Ступеньки, они не крутые, они идут очень-очень плавно вниз и, соответственно, очень-очень плавно наверх. Перед тем, как поехать, обязательно уточните, работает ли. Так как там постоянные какие-то реконструкции, мы дважды были, дважды не попали. Вот, поэтому эту информацию, конечно, обязательно уточняйте. Но Ласточкино гнездо, естественно, манит всех туристов, которые едут в Крым. Да и, в принципе, что заговорить. Москва с чем ассоциируется? Красная площадь. Крым с чем ассоциируется? Ласточкино гнездо. Я сам лично, когда первый раз увидел эту картинку, я думаю, ничего себе, я хочу тут побывать. Я даже не знал, что это Крым. И потом узнал, что это Крым. Мы оказались первый раз в Крыму. И, конечно же, мы не могли обойти стороной Ласточкино гнездо. Великолепное, ребята, место. Будете там, обязательно сходите. Неважно, на кораблики, ножками, абсолютно неважно. Просто сгоняйте в это место и кайфаните. Ну что, ребятки, вот такая вот подборка лично от меня. 5 топовых мест в Крыму, которые, я считаю, нужно обязательно посетить. Если вы поедете в Крым в этом году, неважно, в межсезонье, либо в следующем году, это все равно будет актуально. Приезжайте в Крым, путешествуйте по Крыму. Он великолепный. Красоты, красоты и еще раз красоты. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok